Мы в сентябре уже смотрели эти же самые школы, по которым мы поедем сегодня, выявили ряд недостатков. И вот хотели бы сегодня проехать посмотреть, проверить, как эти недостатки устранены, что сделано. За время осмотра комиссия приехала 17, 19 и 9 школы. Везде одно и то же. Разметка, пешеходы, ограждение, тротуары не соответствуют нормам. Пешеходные ограждения у нас предусмотрены проектом Организации дорожного движения. Данные работы будут проводиться в рамках национального проекта безопасно-качественной автомобильной дороги. Это запланировано где-то на 2022 год. То есть с учетом здесь тротуара будет, пешеходные ограждения вдоль Николая Островского, туда ниже. То есть за 2022 года дети фактически могут подвергаться опасности, потому что мы даже видим, что элементарно бордюры не могут никак сдержать транспортные средства мимо проходящие. Ну, как бы, насчет таких мероприятий мы и подумаем, что мы можем делать. Временные меры, может быть? Да, может быть, временные. Хотя бы, да, как-нибудь организовать. Ну, мы продумаем. Потому что в любом случае это граждане. Это, само собой, безопасность граждан в первую очередь. К сентябрю временные ждать получается как-то? Ну, да. К началу как бы... То есть за время каникул тут появится какая-то временная ограждение меры? Да, мы продумываем этот вариант. К сентябрю, к первому сентябре. Также подскажите, пожалуйста, по ГОСТу сказано, что дорожная разметка должна читаться круглогодично. Как нам уже пояснили представители Министерства внутренних дел, что разметка здесь не соответствует нормам, что она не читается и требуется ее обновление. Вот как бы, на самом деле, у нас в настоящее время проводятся работы по нанесению дорожной разметки. То есть срок окончания работы где-то конец июня месяца. Определены участки, где необходимо нанесение дорожной разметки. Определены участки у нас, где необходимо устройство пешеходного ограждения. Что касается данной школы номер 9, здесь, как я считаю, основная проблема – это отсутствие освещения, а также отсутствие подходов у нас к пешеходному переходу, который необходимо обустроить для безопасного перехода детей. Нарушения, в принципе, те же самые, которые были, так и остались. Насчет исправления мы, конечно, надеемся, что в очередной раз после выезда нарушение не устраняется. Уже приглашаются представители, им показывается. Надеемся на ответную реакцию, что все-таки работы будут проведены. Будет ли ответная реакция? Сами ездили, сами все ездили? Нет, ответная реакция будет. Нарушения будут как бы исправляться. Но стоит обратить внимание, что у нас бюджет ограничен. То есть будем пытаться устранить в рамках доведенных лимитов. Год назад на те же самые недостатки уже указывали и ждали исправления. Прошел практически год и ничего не исправлено. Но сегодня в составе комиссии не только общественники. Если действительно есть такие моменты не исполнения предписаний представления, то направим дело в прокуратуру для принятия мер надзорного характера. Вячеслав Батнинский, Николай Шунков, ЗАПТВ.